Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рада вас приветствовать на очередной встрече наших круглых столов из серии «Быть ближе». И сегодняшний круглый стол посвящен такой важной теме. Мы поговорим о специфике коммуникации и о лечении пациентов с псориазом. Рассказывала моим уважаемым гостям, что для меня это такая личная история. Я выросла в семье, где был пациент с псориазом. И о том, насколько это мучительно и как можно помочь таким пациентам, мы сегодня и поговорим. Очень рада приветствовать уважаемых гостей Лариса Сергеевна Круглова. Добрый день! Доктор медицинских наук, зав. кафедры дерматологии и венерологии Медицинской академии прав делами президента. И Олеся Сергеевна Мишина. Добрый день, уважаемые зрители! Кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог и президент общественно-благотворительной организации кожные и аллергические болезни. Коллеги, очень рада, что вы смогли сегодня поучаствовать в эфире. И знаете, чтобы вот далеко не откладывать в долгий ящик. Первый вопрос хотел задать вот о чем. Вот мы говорим о коммуникации с пациентами не просто с кожными заболеваниями, а именно с псориазом. Есть ли какая-то специфика коммуникации с этими пациентами? Если высыпание, особенно на открытых участках, то, конечно, у пациентов вызывает это массу беспокойств, тревог, депрессии. Особенно, если они сталкиваются с неприязнью со стороны общества, окружающих. И, конечно же, это отражается на их коммуникации в целом. И с врачом в том числе? Да. Ну, вы знаете, я бы хотела добавить. Вот для меня есть две категории пациентов, и одна из них как раз пациенты с псориазом, которые являются особенными. Кстати, если вернуться к истории, 16-15 век, две нозоологи, которые пациенты подвергались жучайшей дискриминации. Это были пациенты с псориазом, которых считали прокаженными, и без суда и следствия просто сжигали. И пациенты с крапивницей. Вот эти языки пламени, это считалось пособники дьявола, их также без суда и следствия просто сжигали. Инквизиция. Ничего себе. Но, вы знаете, живем сейчас в 21-м веке, такое вот толерантное у нас общество ко многим очень вопросам. А вот, к сожалению, отношение к нашим пациентам, оно осталось нетолерантным. Потому что вот эти действительно высыпания на открытых участках тела, они вызывают неприязненное отношение. Многие вопросы до конца, я бы сказала, не решены сейчас в отношении наших пациентов, именно коммуникации. Потому что люди считают, что это заразно, и они боятся с ними общаться. Поэтому не только все зависит от врача и от пациента, но и от отношения к этим пациентам в обществе. Поэтому сегодня, я думаю, поговорим об этом, и средства массовой информации, общественной организации. Их деятельность в том числе должна быть как раз направлена на определенную выработку отношения к таким пациентам. Специфика, конечно, существует для пациентов с псориазом, потому что это бесконечное шелушение, это есть ограничения и по одежде, и по образу жизни, и по профессии. Многие люди теряют работу, когда, например, ладонно-подошвенный псориаз, а этот пациент, даже наши коллеги-хирурги, они оперировать не могут. А если это медийная личность, а высыпание, например, волосистая часть головы, ногтевые пластинки, такие пациенты, конечно, очень сильно качество жизни их страдает. Ну, то есть с 15-16 века прошло уже несколько веков, получается, мало что изменилось, и пациенты так и продолжают подвергаться астракизму и насмешкам, и вы упомянули, что даже бывают работы лишаются. И это ведь мы не говорим про сугубо медицинские аспекты заболевания. А если, вот мы так рассмотрели в целом, что происходит с пациентами, если говорить о том, как пациенты общаются с врачом или как врач общается с пациентами, вот есть ли здесь какая-то особенность по сравнению с пациентами с другими кожными заболеваниями, системными заболеваниями? Ну, конечно, любые пациенты с хроническими дерматозами, хронический процесс, он накладывает определенный отпечаток и на личность, как у пациентов. Поэтому я бы здесь не стала выделять, что пациенты с псориазом именно в общении, в отношении к назначаемому лечению, проводимому лечению является такой вот отдельной когортой. Я бы просто выделила пациентов именно с хроническими заболеваниями. Специфика существует, мы должны понимать, что невозможно, то есть пациенту приходится постоянно контролировать свой процесс, постоянно использовать какие-то мази, какие-то другие методы лечения. Естественно, это откладывает определенный отпечаток. И международные исследования подтверждают, что у пациентов довольно часто возникают коморбидные психологические состояния, депрессия, тревожные расстройства и другие психологические аспекты, которые также требуют, ну, по крайней мере, учета со стороны врача, а может быть и лечения. Но мы к этому вопросу, может быть, вернемся. А вот если говорить про, ну, скорее, медицинские аспекты, вот как оценить, насколько силен псориаз у конкретного пациента, насколько выражены заболевания? Ну, это вот в отношении степени тяжести. В медицине, в частности, в дерматологии существуют объективные индексы оценки степени тяжести при различных заболеваниях, в том числе и при псориазе. Есть индекс по оси, есть BCA, есть качество жизни, quality of light или DKG по-русски. Эти индексы, несмотря на то, что это субъективная оценка со стороны врача или исследователя, они достаточно объективно отражают степень тяжести. Поэтому я всегда призываю практических врачей, в клинических исследованиях это всегда используется, но всегда призываю практических врачей высчитывать эти индексы исходно, когда приходит пациент и когда мы оцениваем эффективность того или иного метода лечения. Почему? Потому что пациент, когда приходит, например, у него распространенный процесс, через 2-3 недели лечения ему становится лучше, до конца все не ушло, но, как я говорю сюда, аппетит приходит во время еды. И уже через 2-3 недели, несмотря на то, что стало лучше, пациент говорит, нет, что-то нет никакого эффекта, ваши методы там не помогают. И вот здесь как раз вот эти объективные индексы, они могут подтвердить. Мы можем показать пациенту, так же как и в фотографировании, вот было, а вот стало. Плюс еще очень важный момент, оценка степени тяжести, это выбор метода лечения. Есть ограниченный псориазм, пассив, например, до 10, есть средне-тяжелые и тяжелые формы. В первом случае мы назначаем только топическую терапию, а во втором случае без промедления нужно приходить, даже если пациент первый раз пришел, обратился к врачу, нужно приходить к решению о системной терапии. Поэтому объективная оценка степени тяжести в дерматологии это индексы, их оценивать нужно не только в клинических исследованиях, но и в клинической практике каждого врача. Насколько доступна эта информация, если кто-то из наших слушателей, практикующих врачей, не сталкивался раньше с индексами, где он может об этом узнать, прочитать более подробно? Я думаю, что все наши практические врачи с этими индексами сталкивались, потому что любая статья научная без этих индексов в отношении псориаза просто невозможно. Плюс существует в интернете разработанный, например, тот же калькулятор ПАСИ, который настолько упрощает расчет этого индекса, врач должен ввести просто индексацию определенных клинических симптомов, там эритема, инфильтрация, шелушение, и этот калькулятор сам выдает индекс, то есть это не затратно по времени в широком доступе в интернете. Вы упомянули о том, что пациент может тем не менее сохранять недовольство и не ощущать улучшения, хотя объективные, ну такие объективно-субъективные показатели свидетельствуют, что это улучшение наступает. А с каким запросом в целом приходит пациент? Вот он чего бы хотел от лечения и от коммуникации с врачом? Ну, я отвечу с точки зрения пациентской организации, конечно, пациент хочет чистую кожу, длительную ремиссию, и зачастую многие пациенты хотят это быстро, не осознавая, наверное, вот особенно на первых этапах заболевания в первые годы, что это хроническое заболевание, что без перестройки, скажем так, образа жизни, привычек к здоровому образу жизни, питанию. Если есть избыточный вес, то, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы нормализовать вес. Вот без всех этих правил достичь длительной ремиссии будет затруднительно, даже если будет применяться какая-то высокотехнологичная, суперсовременное лекарство. И для пациента важно это осознать. К сожалению, это зачастую приходит осознание не сразу, скажем так. Да, ну вот это, пожалуй, тот самый вопрос взаимодействия врача и пациента. Если можно, я тоже здесь немножко добавлю. Долгосрочный контроль над заболеванием это вот то, к чему мы сейчас стремимся. Причем даже врачебное сообщество к этому пониманию пришло не сразу. Изначально мы всегда ставили себе какую задачу? Очистить кожу. Хорошо, мы можем очистить кожу, но буквально если у пациента через неделю наступает обострение, то о каком качестве жизни может идти речь. Плюс то, что псориаз сейчас рассматривается как системное заболевание. Вот коморбидность, о которой сказала Олеся Сергеевна, как раз метаболические нарушения, кардиоваскулярные риски, тревожность, метаболических этих. И, конечно же, наш псориатический артрит, который у 40% пациентов встречается. Поэтому невозможно достичь контроля над заболеванием и без междисциплинарного взаимодействия между врачами различных специальностей. И без вовлечения в этот процесс пациента. Потому что вот, что бы мы ему не назначили, если он будет не комплоентен, он не будет выполнять наши рекомендации, никаких результатов мы не получим. Врачи очень многих специальностей жалуются на низкую комплоентность пациентов. И это вообще, мне кажется, такое, ну, некоторым образом, общее место, что все врачи стремятся к повышению комплоентности и сетуют, что 100% комплоентности достичь не удается. Вот на ваш взгляд, как делится ответственность между врачом и пациентом в этом вопросе? За что отвечает врач в формировании комплоентности? И что он относится, скорее, к сфере пациента? Ну, это, конечно, это все-таки взаимодействие и врача, и пациента. Врач, прежде всего, должен информировать пациента о выборе метода лечения, предложить объяснить, что есть на данный момент и то, что подходит данному пациенту. Они должны обсудить методы лечения, побочные эффекты, нежелательные явления и вместе прийти к решению назначения того или иного препарата. Конечно, должен доминировать врач, потому что пациент нами руководить ни в коем случае не может, нет у него медицинских знаний. Но когда принимается совместное решение, плюс когда это решение эффективно, это в значительной степени повышает комплоентность наших пациентов. Мне кажется, очень важно выстраивание партнерских отношений между врачом и пациентом. И пациент должен осознавать, что он также ответственен за результат, за здоровье, за улучшение своего состояния в равной степени, скажем так, как и врач. Врач, конечно же, он, скажем так, дает направление, курс, как должен двигаться пациент, какое лечение должен принимать. Но пациент должен понимать, что от него зависит очень много. Он должен понимать, что он должен контролировать свое состояние здоровья, свое питание, свой образ жизни, стрессы. И врач на это, скажем так, после приема повлиять не может. Но это огромный залог успеха для достижения лечения. То есть, скажем так, приверженность лечению и рекомендациям врача. У нас пациент должен захотеть лечиться. Как этого добиться? Я всецело поддерживаю идею, что пациент должен хотеть лечиться и принимать препараты. И врач-радисследователь не идет с ним вместе домой, не контролирует, что он там делает. С другой стороны, мы же не можем, как врачи, отвечать за то, что пациент делает вне контекста нашего приема. Вот поэтому партнерство должно быть между пациентом и врачом. И это осознание должно прийти у обоих, скажем так. А что может сделать врач, для того, чтобы повысить шансы, что это осознание у пациента наступит? Мне кажется, здесь врачу будет сложно в рамках приема изменить, скажем так, полностью мировоззрение. Степ-бай-степ. Прежде всего, должно быть доверие врачу. Если есть доверие пациента врачу, он будет следовать его инструкциям. Если мы говорим о доверии, то оно должно базироваться на знаниях врача. Если у меня приходит пациент на прием, особенно если я первично выставляю диагноз псориаза, я уделяю этому пациенту больше внимания, нежели чем при повторных приемах. Почему? Потому что я должна рассказать, что это за заболевание, как с ним надо научиться жить. Не с первого раза, не сразу пациент все это осознает. Очень многие пойдут домой и будут использовать интернет-ресурс. Всегда говорю своим пациентам. Интернет-ресурс это не источник информации, у них нет медицинских знаний. Если есть вопросы, нужно прийти еще раз, спросить, задать. Но именно у врача. Вот когда есть доверие врачу, пациенты, как правило, следуют нашим инструкциям. А если еще и грамотный врач правильно подбирает метод терапии, который позволяет достигнуть чистой кожи, чистой кожи надолго, контролировать процесс. Если врач дает всю эту информацию пациента, то это большой залог комплайнтности. Это в общем. Есть, конечно же, исключения, есть пациенты бывают разные. Но тут не всегда мы можем на это влиять. Ну вот вы несколько важных вещей упомянули. Вы сказали, что ключевой фактор это доверие от пациента врачу. И это доверие базируется с одной стороны на качестве медицинских знаний врача, и с другой стороны на качестве той коммуникации, которая выстраивается между врачом и пациентом. Насколько он дает себе труд, он в смысле врач. Рассказать пациенту, что за заболевание, как жить дальше, что это хроническое заболевание, оно не пройдет, оно будет возобновляться. Что делает, что должен делать пациент для того, чтобы этого не случилось. И, вероятно, каковы красные флаги, предполагаю. Знаете, есть такая интересная очень модель, предикативная модель пациентского поведения Розенштока. Она была разработана в 1974 году, достаточно давно. И там есть шесть факторов, которые позволяют предсказать, насколько пациент будет комплоентен, будет соблюдать рекомендации врача. С одной стороны, как оценивает пациент риски, с другой стороны, насколько он воспринимает тяжесть своего состояния, вне зависимости от объективной картины, вот ему это трудно или это ему не очень трудно. Какую выгоду от излечения он получит, какие барьеры к лечению, есть ли какие-то стимулы к действию. И это как раз в первую очередь вот эта коммуникация с врачом. Ну и наконец уверенность в своей способности справиться с трудностями. Вот я в этой связи хотела вас спросить. Бывает ли такое в вашей практике, что у пациента, ну такая вот ипохондрия, пессимизм? Очень часто. Очень часто это в соцсетях можно встретить, очень часто в обращениях пациентов в пациентскую организацию, они пишут, скажем так, не обвиняя кого-то конкретно, они просто разочарованы, скажем так, в целом в медицине, что вот им не могут помочь, вылечить, и они ищут на самом деле спасения. В нетрадиционных методах? И нетрадиционных методах, и различных формах, где как бы, скажем так, вроде как группы поддержки, но на самом деле эти группы поддержки зачастую вводят в заблуждение, приводя к каким-то абсолютно непроверенным методам лечения, или к каким-то зачастую неадекватным советам. И вот, конечно, вот это вот разочарование очень часто встречается, особенно у пациентов с псориазом. Ну вот как раз отсутствие коммуникации врача и пациента. Если врач грамотно все объяснил, разложил по полочкам, вряд ли наш пациент пойдет за советами в эти сети интернета искать. Хотя вот пациентские общества, когда люди больные одним и тем же заболеванием, общаются между собой, обсуждают свои проблемы, это очень важно. Это очень большая поддержка. Это психологическая поддержка, поэтому для пациентов мы постоянно с псориазом, постоянно пытаемся сделать школы псориаза. К сожалению, как-то в России вот эти проекты не сильно приживаются. Сложно сказать почему, но может быть это и менталитет в том числе. Вы знаете, не относительно псориаза, но по другим заболеваниям есть весьма успешные проекты. В частности, есть пациентские школы, например, для пациентов с болезнью Паркинсона. Это исключительно позитивный опыт для онкологических пациентов. В частности, скажем, фейсбук-группа «Рак излечим», где состоит довольно большое количество. Представляете, про эту группу знают все многие, да, и врачи, и пациенты, далекие от онкологии. И, на мой взгляд, совершенно справедливо вы упомянули, что это, конечно, и источник информации, но в первую очередь это источник колоссальной психологической поддержки. И вот я как раз хотела вас спросить про ситуацию, когда пациент либо впервые столкнулся с заболеванием, либо у него есть какой-то опыт ремиссии и выходов из ремиссии, и он устает. Он испытывает стресс, ему тяжело, все это накладывается на то, что мы говорили. И у него чешется, у него, не знаю, мокнет кожа, трескается и так далее, его там, может быть, как-то обижают. И еще добавлю, и еще во весь этот период человеку нужно работать, семья, дети, да, как-то под... Или строить семью, поддерживать личные отношения. И, конечно же, это колоссальная нагрузка просто даже на любого человека, когда у тебя такие проблемы, а тебе нужно еще пойти улыбаться на работе, тебе нужно, допустим, когда у женщин, да, нужно быть для мужа красивой женой. И это же очень тяжело на самом деле, ведь многие просто из-за этого не справляются, разрушаются семьи, теряют работу. Это на самом деле колоссальная нагрузка на человека. Как быть? Ну вот если мы возьмем какие-то западные образцы, то, скажем, межфункциональная команда включает в себя психолога или психотерапевта. В России, насколько я понимаю, такой практики нет. Ну нет, уже в некоторых регионах у нас есть такая практика. Вот смотрите, в самом начале мы сказали, что псориаз – это системное воспалительное заболевание. У наших пациентов могут быть метаболические нарушения, чаще, чем в популяции. А кардиоваскулярные риски наши пациенты от инсультов, инфарктов умирают в среднем на 3,5-4 года раньше, нежели чем в популяции. Это псориатический артрит, это тревожное состояние, депрессия. И мы понимаем, что тактика ведения пациентов с псориазом – это междисциплинарная проблема. И привлекается достаточно большое количество смежных специалистов – ревматолог, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, психиатр и психотерапевт. И вот мы как раз с Алисой Сергеевной обсуждали этот вопрос, что в некоторых регионах это уже налажено и достаточно успешно. Расскажите нам. Да, мне довелось побывать в нескольких регионах, и главные врачи показали свои достижения, которые для меня оказались открытием, и я была на самом деле очень рада за пациентов. Потому что в некоторых регионах КВД, так как это позволяет законодательная база нормативно-правовая, вводят ставки терапевта, эндокринолога, кардиолога, ревматолога, открывают койки дополнительно в своих стационарах, допустим, ревматологические. И пациент может прийти и получить как раз помощь междисциплинарной команды, которая в нужном направлении составит то лечение, которое нужно комплексно. Не так, чтобы пациент здесь кожу полечил, там пошел суставы полечил в поликлинике, где на самом деле очень трудно получить помощь ревматолога. И не секрет, что когда мы, например, направляем пациента в поликлинику к тому же к терапевту, чтобы просто его обследовать, они или возвращаются к дерматологу с вопросом, от чего вы меня отправили к терапевту, терапевт сказал, вы зачем ко мне пришли, я не знаю, что с вами делать. Но, к сожалению, вот такое бывало с пациентами, с которыми мы общались. И вот это не совсем правильно, потому что, скажем так, терапевт должен знать специфику дерматологических пациентов. И терапевту легче, и пациент получает квалифицированную комплексную помощь. А давайте вообще поговорим про маршрутизацию пациентов. Как она осуществляется? Ну вот, да, есть у нас такая модель, то, что мы уже описали, идеально, я бы сказала. Когда в одном учреждении существуют все нужные смежные специалисты, это касается не только псориаза, а и других хронических заболеваний кожи. И тогда достаточно быстро, междисциплинарно решается вопрос о подборе метода лечения, наиболее подходящего для данного пациента. Мы учитываем, что у него есть, например, патология гептобилярная система, значит, не можем назначить метатриксат. У него, наоборот, присутствуют кардиоваскулярные риски, не можем назначить циклоспорин. То есть это в кратчайшие сроки позволяет выбрать наиболее приемлемый метод лечения для определенного пациента. Персонифицированная медицина. В других случаях, там, где нет возможности, и это не всегда вина главных врачей КВД, нет возможности, потому что ставки выделяются на определенное количество прикрепленного населения. И сейчас, к сожалению, эволюция, если так можно сказать, оказания медицинской помощи идет по пути уменьшения количества специалистов узких специальностей. Это огромная проблема. Пульмонологов нет, аллергологов, умонологов нет, ревматологов не хватает. Это, конечно, в итоге все скажется на качестве оказания медицинской помощи. Поэтому в тех регионах, где централизованного этого нет, что делается? Пациенту необходима консультация. Вот маршрутизация к терапевту, терапевт к ревматологу. А время идет, а пациенту становится хуже, а мы должны какой-то выбрать метод лечения, то есть принять решение за всех специалистов. Поэтому, конечно, это все не есть хорошо. Я надеюсь, что все-таки наше практическое здравоохранение пойдет по пути первого сценария. А что происходит? Происходит ситуация иногда такая, что пациенту в течение полугода или даже года не могут поставить диагноз псориатический артрит. А псориатический артрит, он имеет очень, скажем так, прогрессирующее течение. И пациент может, скажем так, через год просто стать уже инвалидом, когда ему поставят этот диагноз. И вот эта проблема существует в очень многих регионах. В первую очередь, во-первых, потому что нет четкой маршрутизации. Во-вторых, нехватка ревматологической службы. Ну, скажем так, ревматологов. Специалистов ревматологов. И на самом деле это очень большая проблема именно в постановке диагноза псориатический артрит. А это 40% пациентов склонны к этому осаждению. До 40% пациентов с псориазом гладкой кожи имеют псориатический артрит. Первично, поскольку высыпания на коже они видны, эти пациенты первично приходят к нам, к драматологам. Поэтому ответственность за постановку диагноза, она полностью ложится на драматолога. Вовремя отправить. И вот то, что вы уже сказали, задержка в постановке диагноза на 5 лет, это плюс 1 эрозия. А вы же понимаете, если костная деструкция, обратно ткань мы нарастите. Это энтезиты, дактилиты мы можем лечить. Есть точка возврата в отношении костной эрозии. Это очень такой момент. Что происходит при маршрутизации ребенка с псориазом при его росте во взрослую медицинскую организацию? Как и при всех других хронических заболеваниях, просто ребенок переходит во взрослую поликлинику, в данном случае в специализированную службу дерматовенерологическую. У нас, слава богу, в Москве, например, достаточно хорошо развита эта структура. У нас есть детские стационары, у нас есть детские дерматологи, у нас есть общество дерматологическое детское, которое включает в себя ведущих специалистов, детских дерматологов. То есть вот по детству я бы сказала, что у нас достаточно хорошая такая тенденция и в России, и в частности в Москве маршрутизация. Пациенты не остаются без внимания. Те, которые получают системную терапию, из рук в руки, что называется, передаются. Ну, конечно, есть всегда над чем работать. Вот можно добавить, в Советском Союзе была очень такая хорошая система диспансеризации пациентов. Она вроде как сейчас тоже есть для работающего населения, для взрослого. А диспансеризация хронических пациентов, она все-таки носит более рекомендательный характер. И, к сожалению, не везде. Но, скажем так, вот этот механизм сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями кожи, скажем так, на протяжении всей жизни, он немножко как бы утратил то, что было раньше в Советском Союзе. То есть человек поступил в диспансер после детской поликлиники, его сразу берут на диспансерный учет. Два раза в год обследуют. Вызывают, наблюдают. К сожалению, сейчас эта диспансеризация, если и ведется, ну, немножко ведется так, ну, нечетко, скажем так. Я хочу даже сказать, что вот все новое, это всегда хорошо забытое старое. Вот вы вспомнили про нашу замечательную систему здравоохранения в Советском Союзе. Я считаю, что она была одной из самых лучших, как раз за счет системы диспансеризации. Вот сейчас мы все время обсуждаем коморбидную патологию, системность воспалительного процесса при псориазе. Вот в те годы никто не знал о слове коморбидность, никто об этом не знал и даже не говорил. Но наши пациенты два раза в год сдавали биохимический анализ, проходили консультацию терапевта-кардиолога, сдавали другие анализы, обязательно ревматолог. То есть мы тогда, не зная вот об этом системном воспалительном процессе и коморбидностях, по сути, вся диспансеризация пациентов была направлена на выявление и контроль над этими. Коморбидных состояний. Поэтому, когда нам говорят, вот это иностранное слово, до нас пришло, более часто встречающиеся соматические заболевания у пациентов той или иной группы, называются коморбидности. Коморбидность есть и эти логические, еще что-то. Это система, это то, что было у нас, советская медицина. Поэтому гораздо легче все разрушить, гораздо сложнее все это восстановить. И мне, на самом деле, очень жалко, что элементы диспансеризации, которая существовала в Советском Союзе, она низко утрачена. Действительно, ну давайте поговорим о том, что на самом деле появилось новое в последнее время об IT-технологиях. Есть ли какие-то IT-гаджеты или технологии, которые стоят на службе и помогают пациентам с пациентом? Ну, как мы знаем, у нас идет национальный проект здравоохранения. Одной из, скажем, составляющих этого национального проекта является цифровой контур, информатизация всей системы здравоохранения. На самом деле, это замечательная, скажем так, вещь, которая пришла к врачам на помощь и вообще внедряется в нашей стране. И одна из, скажем так, платформ, которые работают в рамках этого проекта, это телемедицина. За рубежом телемедицинские консультации, насколько я знаю, они уже 20 проводятся, и по многим исследованиям они действительно оказались очень эффективны в плане улучшения качества медицинской помощи. И вот на сегодняшний день в плане дерматовенерологии 56 регионов, субъектов Российской Федерации подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения, по-другому и ГИС-ИЗ. И консультация пациента в федеральных центрах, специализированных центрах через телемедицинскую систему, она абсолютно бесплатна для всех желающих. И врач, если он, допустим, сомневается в диагнозе или в тактике лечения, или, допустим, у пациента нет ответа на терапию, он может подать заявку через эту систему и получить, скажем так, консультации своих коллег из других центров рекомендации, как ввести пациента. Это на самом деле огромное... Это инициатива врача? Да, если врач считает, что ему нужна, скажем так, помощь коллег, он может направить запрос, и ему в течение 3-4 дней будет ответ уже полностью, как видят коллеги, дальнейшую тактику ведения или, допустим, уточнение диагноза. И на всем этом хорошем такфоне я должна сказать, что, к сожалению, во-первых, и пациенты многие не знают, что есть такая вообще возможность, и вообще, что нацпроект здравоохранения дает конкретно им. Потому что телемедицину многие, вот насколько я вижу, из соцсетей, из обращений к нам, многие даже и не знают об этой услуге и не пользовались никогда. Это вот одно из IT-технологий, которые могут помогать и врачу, и пациенту. А второе, это сейчас появляются мобильные приложения для пациентов, которые помогают пациенту контролировать свое состояние здоровья, вести фотодневник, допустим, в начале лечения, через несколько дней, фиксировать. Фактически это такой аналог шкау, про который Лариса Сергеевна говорила. Да. Только не со стороны врача. Фотодокументация. Да, только тогда теперь уже пациент это делает, и ему можно показать это врачу через какой-то промежуток времени после лечения. Также через эти приложения можно проверить, скажем так, нет ли у тебя какой-то тревожности или депрессивного состояния, или первых признаков псориатического артрита. Есть определенные опросники, Лариса Сергеевна тоже о них упоминала. И такие приложения тоже сейчас есть и в России уже. Только это не врач делает, а это делает приложение. Да, это пациент, скажем так, контролирует свое состояние здоровья, и на самом деле это развивает приверженность пациента к лечению, к ответственности за свое здоровье. Я только хотела сказать, повышает ответственность самого пациента. Как только пациент вкладывается собственными усилиями, область его ответственности расширяется. Когда он записывает, скажем так, что вызвало раздражение, или какую погрешность он совершил в диете, или может быть у него был стресс, тогда он может, скажем так, объективно оценить, ну почему не получилось улучшение, допустим, за 10 дней. Вот что я такое сделала, что у меня было, что нет эффекта. Потому что зачастую пациенты приходят и говорят, вот вы мне назначили лечение, а эффекта нет. И вот такой обвинительный тон вроде как врач виноват. В том, что у него не пошло улучшение. Такое бывает. Да, но фактически мы об этом говорим, как только заходит речь про пациент-ориентированность, мы говорим, что пациент такой же равный партнер в лечении, партнер врача с разными функциями. И вот одна из функций пациента – это самостоятельно контролировать собственное состояние и отслеживать какие-то параметры. Очень интересное было исследование, норвежское в 2015 году, исследование связи между стрессом и псориазом. И результатом этого исследования стало понимание, что если пациент верит в то, что стресс лежал в основе усугубления его состояния, то методики управления стрессом ему будут помогать. Если пациент не считает, что стресс каким-то образом включен в ухудшение состояния, то методики управления стрессом будут помогать ему в меньшей степени или не будут совсем. Есть ли у вас опыт ведения пациентов, может быть, совместно с психологами и психотерапевтами, может быть, вы самостоятельно делаете такие назначения, может быть, пациенты приходят в йогу, медитацию и так далее, разные другие инструменты управления стрессом. Есть ли какие-то наблюдения вот в этой части? Ну вот если говорить об основных провоцирующих или триггерных факторах обострения манифестации псориаза, то это, конечно, большинство пациентов отметит стресс и нервное перенапряжение. Но вот я бы хотела в качестве такой ремарки рассказать о исследовании наших японских коллег, которое произошло после трагических событий в Хиросиме и Нагасаки. Потом там еще был у них тоже тайфун, достаточно тоже трагический такой, с большим количеством жертв. И японцы, они все любят документировать, все любят высчитывать, они очень четкая такая нация. И они просмотрели статистику после вот этих двух событий. И оказалось, что вот кожные заболевания как раз-таки в стрессовой ситуации, ведь вырабатывается коронавпочечниками, они достаточно хорошо протекают. Более того, даже ремиссии наступают. Но в отдаленном промежутке, когда адаптивные и резервные возможности организма исчерпиваются, как раз наступает вот этот эффект после действия, наступает обострение. Поэтому вот стрессы или вот такие события жизни по типу «удар судьбы», они все-таки в большей степени касаются, я бы сказала, даже все-таки не псориаза. Здесь больше вот именно истощения. В отношении тревожных состояний, депрессивных состояний. Изначально, вот как драматолог, я всегда считала, что тревожно-депрессивные состояния – это следствие кожных высыпаний. Когда мы стали активно общаться с нашими коллегами, психиатрами, Романов Дмитрий Владимирович, Самуши Марина Антиповна, мы, слушая их лекции и ведя определенные дискуссии, и написав несколько статей даже в отношении этой тематики, я поняла, что здесь очень сложно сказать, что является следствием чего. Для меня сейчас и стресс, и депрессия при псориазе, и псориаз – это два параллельно идущих процесса, причем у которых есть общие звенья в патогенезе, как минимум по излученному сигнальному пути интерлекина-1. Поэтому я считаю, что депрессия и тревожность, вот эти состояния – это коморбидная патология, это следствие системного воспалительного процесса. И здесь, имея эти знания, для нас встает два вопроса. Во-первых, тактика ведения, нужно ли привлекать психиатра, или это можно обойтись психотерапевтом. Потому что в нашей стране привлечение психиатров – это достаточно сложная задача, это не входит в МС. Психиатры лечат, как правило, медикаментозно, психотерапия подразумевает посещения постоянные, которые, опять же, могут быть достаточно большим бременем экономическим, лечь на плечи пациента. И второй вопрос – назначение лечения. Если мы, например, выбираем тактику ведения, та же геноинженерная биологическая терапия, которая купирует системный воспалительный процесс, ведь она же должна воздействовать не только на псориаз и псориатический артрит, а значит, это должны быть и тревожные депрессивные состояния, кардиоскулярные риски, и в ВЗК, и мы эти знания уже сейчас получаем, эти данные получаем, что системная патогенетическая терапия может позволять влиять на все проявления системного воспалительного процесса. Интересно, если открыть австралийское пациентское общество больных псориазом, то довольно большой процент материалов на сайте этого общества посвящен управлению стрессом. И вот я произвольно сегодня открыла первую попавшуюся статью в рамках управления стрессом, и там написаны, казалось бы, такие совершенно очевидные вещи, адресованы пациентам с псориазом. Пожалуйста, гуляйте, пожалуйста, занимайтесь йогой или медитацией. Обратите внимание, что вам обязательно нужно структурировать свой день и выделить главное, а главное – это уход за кожей, увлажнение, не пропускайте этот момент. То есть, казалось бы, такие совершенно очевидные вещи раз за разом это повторяют и на сайте пациентского сообщества, и можно предположить, что это говорит врач, и в методичках, которые получает пациент. То есть это действительно очень важные сопутствующие рекомендации, которые, видимо, повышают качество жизни пациента. Да, и влияют на лечение, и влияют на качество жизни, и влияют на комплайнс. Это образ жизни, то, с чего мы, по сути дела, не начали. С мнением образа жизни. Без помощи пациента – help yourself. Врач, даже с лучшими своими назначениями, с высокоактивными препаратами, может не достигнуть тех терапевтических целей, которые стоят перед собой. Чистая кожа и длительный контроль. Ну вот немножко под занавес нашего сегодняшнего разговора. Какие рекомендации вы бы дали коллегам-дерматовенерологам в отношении ведения пациентов и в контексте нашего разговора, что мы в первую очередь про коммуникацию, про выстраивание контакта? Ну, советов можно давать очень много. Я очень надеюсь, что, и я знаю, потому что у меня в Академии проходит повышение квалификации очень большое количество врачей. У меня обучаются ординаторы. И я в надежде, что современные знания научной литературы, они доходят и до практических врачей. Обязательно нужно ходить на конференции, обязательно нужно повышать свой уровень профессионализма. Почему? Потому что наука не стоит на месте. Даже за последние 10 лет эволюция лекарственных препаратов и методов терапии в отношении псориаза вообще просто кардинально изменила прогноз. Поэтому врачам я бы посоветовала две вещи. Первое. Очень внимательно относиться к своим пациентам. На приеме нужно забывать о своих неприятностях. Нужно думать о неприятностях наших пациентов. И второе. Подходить к выбору метода лечения в свете персонифицированной медицины. Я, наверное, добавлю, что пациентаориентированность это не просто лозунг Минздрава. Это действительно новый подход к ведению пациентов. И врачам, несмотря на то, что, наверное, это сложно перестроиться за один раз на новую, скажем так, парадигму, но к этому нужно идти. И идти в первую очередь осознание того, что человек, который пришел к вам на прием, он имеет очень много беспокойств, вопросов, на которые, несмотря на то, что ты устал, и, может быть, у тебя свои беспокойства, на них нужно ответить, потому что это, скажем так, 20% того, что все-таки у вас пойдет хорошее взаимодействие, пойдет, скажем так, нормальное лечение у пациента, и он будет настраиваться и поверить в вас, как врача, а вам будет легче с ним работать, просто уделив, как Лариса Сергеевна сказала, при первом приеме, при первой постановке диагноза, чуть больше внимания. Наверное, если с этого начать, то начнется уже и хорошее партнерские отношения дальше с такими пациентами. И отсюда берется доверие, и отсюда возникает ответственность, и более высокий комплайнс, и в итоге выигрывают все. Ну что ж, благодарю Ларису Сергеевну, Алису Сергеевну, большое спасибо за то, что нашли возможность прийти и принять участие в круглом столе, поговорить о неочевидном аспекте ведения пациентов с псориазом, о коммуникации, о выстраивании отношений. Очень надеюсь, что нашим слушателям было и полезно, и интересно. Спасибо большое за то, что смотрите передачи из серии «Быть ближе» и хорошего вам дня. Огромное спасибо. Спасибо.